Субтитры делал DimaTorzok Проверяю ментальную карту Владимира. В секторе программ бросается в глаза религиозная Грега. Почему-то идет программа на самоуничтожение. Мы посмотрим, что это за программа, когда она образовалась. Сейчас я просканирую или спрошу у Владимира лучше. Скажи мне, когда впервые эта программа на самоуничтожение образовалась, когда эта энергия впервые вторглась в твою энергосферу? Ты мне покажешь это прямо сейчас? Да, говорит, могу. Хорошо, покажу. На один, два, три. Я вижу солнечный такой город. Солнечный день яркий, знойный. Небольшой ветерок гонит пыль по грунтовым дорогам. Какой-то восточный город Илья. Персидский вроде пойдет. Покажи мне на карте дислокации, где происходили события, о которых ты мне хочешь рассказать. Говорит, на территории Ирана. Так идет Тегеран, Тегеран. Хорошо. Идет в такой восточной одежде мужчина худощавый по улице. Да, идет, и из-под ног его пыль клубится. У него связан на голове этот тюрбан, или челма, как это называется. И он несет, прямо на голове несет такое широкое, широкое какое-то блюдо. и у меня идет товар какой-то несет. Вокруг, то есть это широкая улица. И этот мужчина идет навстречу. Он еще далеко, он к концу улицы. Дома такого же цвета, как и пыльная дорога. Они, ну вот мне идет как-то глинобитное, что ли. Глинобитное. И Владимир говорит, что это окраина города. А вот сейчас он показывает себя. Так, я смотрю его глазами, получается, верно, Владимир? Да, говорит, верно. Итак, ну вот, я сижу на мягком сиденье в в карете. Да, сиденье мягкое мне такое, но кожаное, черное, мягкое. Так. И такая вот мысль идет, пояснение от Владимира идет, что я, говорит, сомневался мне взять открытую повозку, все-таки жарко как-то, или поехать в карете. Выбрал карету, потому что день ветренный и пыльный. Так, хорошо. Да, я еще подумала, почему мне кучера не видно. Это действительно закрытая карета. И он говорит, немного душно в открытой, почему-то сказал бричка. Бричка? Да, он говорит, в бричке было бы легче дышать, но пыль он говорит, еще ожидается пылевая буря. Все, я поняла. Но зрительно я вижу вот что бросается в глаза. Сидит мужчина, перед ним трость, перед ним трость с небольшой рукояткой слоновой кости, резная такая рукоятка. На этой трости, опирающейся на пол кареты, лежат его руки. Мужские руки. Ну, как показалось, чего начал, то я описываю. Руки мужчины. Ну, я бы сказала, где-то возраст холеные руки. Вот просто холеные руки мужчины где-то лет под 40. Так, я сейчас посмотрю со стороны. Да, мужчина сидит, у него русые волосы. я бы сказала, даже темные руки и волосы. На нем узкий английский вот такой суток. высокий воротник. Мне Владимир говорит, что он едет на официальный прием. Так, я поняла. дальше. Ну, да, у него здесь вот этот атласный такой объемный атласный галстук. слева от него на сиденье лежит цилиндр и белые перчатки. нет, они почему-то не белые. Они такого цвета сливок. Не совсем белые. Но, наверное, это не важно, хотя обратил ли мое внимание на это. А вот мне Владимир говорит, что совершенно белые перчатки из ткани. Белые перчатки у служащих. Как скажешь. Я спрашиваю Владимира, верно ли я поняла, что он в этой ситуации и есть этот мужчина, который едет на официальный прием. Верно я поняла? да, так и есть. Я спрашиваю у него его внешность. Это может быть обманчиво. Тогда, наверное, была мода на все английское. Верно я понимаю? Он говорит, да, мода была. если действие происходит в Персии, то ты в Персии в качестве кого? Ты турист, гость. Это деловая поездка. Говорит, длительная деловая поездка, как это понять? Он говорит, я бываю здесь длительные периоды времени. Хорошо, я поняла. С чем связано твои длительные пребывания? У тебя здесь какое дело, какого рода дела? Весними. Он говорит, мне внешняя политика. Я называю себя полномочный посол Его Величества. Его Величества Императора. Хорошо. Величества спрашиваю, в какое время это происходит, когда это было? Сколько лет назад, так будет точнее, сколько лет назад происходили эти события? Я спрашиваю Владимира. Он говорит, 200 лет назад. 200 я уточняю. Поточнее можешь сказать? Он говорит, чуть меньше. я спрашиваю его, сможет ли он назвать мне сейчас свое имя? нет, имя пока не идет. Он говорит, может быть позже. Хорошо, пускай позже. вот картина меняется. Он подъезжает к парадному подъезду в английском стиле. хорошо. Да, выбегают встречать его, подъезжают еще кареты, повозки, брички, то есть конный транспорт. Хотя есть такие, которые вот верхом прискакали, передают лакеям поводья, но это в основном офицеры. Да, офицеры в такой форме профессии уланская, форма улан. Почему-то нет. Хорошо. Ну вот я вижу, что Владимир поднимается по этой лестнице, входит в парадную дверь и сразу же поворачивает направо и следует на второй этаж. На втором этаже он мне показывает большой такой зал. по-восточному роскошно украшенный. Тут тебе и фрески, и так по золота на дереве, все в таких вензелях. так, дальше. Да, за на некотором возвышении, то есть зал делится по уровню, большой, большой этот зал, он делится в одной части некоторое возвышение, буквально в одну ступеньку, и там стоит стол. Этот стол, этот стол овальный и обращенный широкой стороной к остальной части зала. Так, у этого стола рядом с ним стоят стулья с высокой спинкой. Да. А в зале, который вот на один уровень ниже, да, там находится ну, что-то вроде зрительного зала, я бы сказала, что зал подготовлен к пресс-конференции или к торжественному подписанию какого-то документа. документа. Да, Владимир говорит, что так и есть. Это зал подготовлен для официального подписания документа, договора. он говорит о разделении сфер влияния. И он мне показывает он мне почему-то на карте показывает, что Персия это дорога в Индию. И это подписание должно поставить точку в продолжительных мучительных переговорах с британской короной. говорит о праве России на добрососедские отношения с Персией и на помощь этому государству в освоении своих диких территорий находящихся на востоке и юго-востоке. Так, а сам не подмитивай. То есть речь шла об этом, а на самом деле скажи мне на самом деле что? Улыбается такая улыбка широкая яркая улыбка говорит и на самом деле как всегда интересы интересы отчизны превыше всего говорит так хорошо я хочу все-таки Владимиру задать вопрос Владимиру который здесь и сейчас так ты мне показывал эту ситуацию еще что-то нужно мне знать об этой ситуации ну хорошо тогда показываем действие что произошло но мне показывают что собрались действующие лица за так сколько их было вот вот он мне показывает что от имени русского императора России русского императора императора Австро Венгрии представителя Франции и представителя Англии так переговоры завершены и остается только поставить подписи под этим пять сторон а как же Персия улыбается кто же спрашивает Персию я же не знаю расскажи ты мне кто ее спрашивает Персия сейчас как он объясняет хищный хитрый алчный участник мастер подковерных переговоров с открытым лицом они не могут и не хотят они ну так он как-то объясняет мне он называет он называет Персию похотливой марионеткой Британии так хорошо дальше как события развиваются он говорит что представители Персии и заинтересованных государств много ли этих государств я спрашиваю ну да у меня показывают что есть представители Ближнего Ближнего Востока да хорошо я поняла и европейских государств поняла и что происходит дальше он он говорит что он мне показывает просто поведение я сейчас посмотрю его глазами да этот договор он должен был сейчас говори умерить аппетиты Британии в азиатском регионе вот идет что он показывает мне так символично что вот британский лев наложил свою лапу на Босфор и на Индию и и вот показывает что он буквально рвет в клочья зубами ближний восток персию подбирается к средней Азии Азербайджан то есть вот он вот выхватывает вот эти куски себе так я поняла и этот договор должен умерить его аппетиты получилось этого достичь чем договором да или нет он говорит нет не удалось и зачем же ты тогда сюда пришел такой решительной походкой покажи мне что ты сделал в результате вот он говорит я принял решение прийти сюда без предварительных вот он говорит я пришел сюда сделать провокацию какого рода провокация он говорит вот перед лицом общественности потому что в этом зале присутствуют представители других государств это уже международная политика и он говорит в нашем просвещенном 19 веке да журналисты он говорит достаточно смело и отчаянно чтобы донести правду о произошедшем до граждан своих республик и до подданных своих императоров то есть он говорит что нужен резонанс нужен мировой общий мировой резонанс нужен и что же это говорит что в этом договоре завуалированно говорит но для меня очевидно идет подминание интересов России под интересы Британии причем Британия действует чужими руками вот на их уловку он показывает мне просто пальцем попадается в страве Венгрия он прям пальцем в карту мне тычет куда они попались он говорит что Пруссия 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 при нашей поддержке как бы оказывает некое сопротивление но но существует он показывает мне лабиринт такой существует лабиринт международных договоров соглашений созданных союзов в которых государства европейские уже запутались точнее он говорит были запутаны да были запутаны и соблюдение одного договора влечет за собой нарушение другого и в том и в другом случае государство подвергает себя опасности воен военных военного вторжения либо утраты чести своего императора а это в свою очередь может привести к нагнетанию революционных настроений утрате 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 авторитета монаршей власти и смуте государства хорошо и так что ты делаешь показывай мне дальше ну вот он не подписывает этот договор когда приходит когда приносит секретарь ему на подпись этот договор он вначале берет перо смотрит на этот договор он просто знает в каком месте этот вот подвох уж не знаю какой это подвох но он ну вот я вижу что он буквально разрывает может быть это я так вижу так секундочку это на физическом плане было да говорит на физическом плане и так ты разрываешь этот договор что ты заявляешь ну я вижу вот он так бросает это перо в центр стола и так говоришь он говорит что все присутствующие в этом зале кроме посла Британия посла Британия почему я вижу его как морского офицера это верно да я его вижу как морского офицера причем такая рептильная энергия идет да нет по-моему он даже гибрид на эфирном плане сейчас я считаю его энергетику да это в нем нет ничего человеческого то есть его душа замещена а энергия считывается и рептильная и инсектоидная так вот сейчас такое приходит интересно Владимир это твои слова нет просто приходит видимо считывается я внимательно смотрела видимо считывается с информационного поля что примитивная хитрость агрессия ненависть зависть то есть вот такие примитивные эмоциональные реакции это спектр это слой вибраций рептильной энергии вот считывается так больше а инсектоидная это где есть уловки путаница казуистика символизм и воздействие уже на несколько более высоких вибраций так я поняла ну ладно отвлеклись опять дальше что ты делаешь я говорит заявляю так что ты сказал что за этим столом я мог бы встретиться один на один с послом Британии и говорит я сделал такой я вижу он так делает такой кивок в его сторону не встречаясь с ним взглядом то есть он встал со стула сейчас еще раз объясняю он разорвал нет он сначала встал он взял перо прочел этот договор после этого он резко встал со стула отодвинув его да вот с грохотом бросил перо в центр стола разорвал этот договор швырнул также в центр стола как бы для всех после этого он заявил а он так еще интересно место занял как бы спиной к стене и вот у него за спиной два улана так он говорит это личная охрана как бы адъютанты или как это правильно видимо не важно и он нарушенно избрал это место и он заявляет в зал где собрались представители других государства представители прессы он говорит и просто зеваки хорошо и просто зеваки зеваки от политики хорошо и он заявляет в зал и говорит о том что мог бы могли бы встретиться один на один с послом Британии а с послом британской короны и делает такой небрежный жест в его сторону а он по правую руку от него так после и объясняет это тем что все остальные участники этих переговоров как это прозвучало у меня идет несвободное своем более изъявлении может быть более сложная терминология на языке внешней политики я улавливаю смысл я спрашиваю верно я уловила смысл да говорит верно уловила смысл так а почему в таком случае идет самоликвидация само уничтожение где здесь эта ситуация скажи пожалуйста он говорит вот этот резкий публичный выпад в этой стране еще и в адрес посла Британии говорит я в полной мере осознаю что это способно привести меня к неминуемой гибели он говорит они любят да говорит я имею мало надежд возвратиться в Россию но это был шаг он говорит не самодеятельный говорит его величество да его величество не дал мне одобрения так поступить или ну ты все-таки поступил да потому что это выводит Россию из некого политического тупика и показывает прям буквально показывает как вот снимает путы с рук снимает путы с рук он говорит что у его величества появляется шанс появляется возможность я я даю ему шанс я говорит развязываю руки императору всей России он может на внешнеполитической арене действовать ссылаясь на то что я как посол допустил ошибку у него то есть я вынуждаю вот все эти стороны переговоров проявить свои истинные намерения то есть я их толкаю на эмоциональную реакцию и в результате наша контрразведка контрразведка да и наша служба наша служба и наши аналитики смогут увидеть ясную картину более ясную картину того что лично для меня уже очевидно да подтверждает он говорит что если император примет такое решение что вынужден будет назвать мои действия ошибкой он должен будет вынужден будет подверг меня репрессия и так ухмыляется так на одну сторону улыбка так говорит если я конечно доеду домой он говорит если британцы не уберут меня раньше все я поняла и что в результате произошло покажи мне пожалуйста это дело давно минувших дней и ты мне должен это показывать ты мне столько рассказал об истории России что придется лезть в интернет проверять а что же это вообще могло быть 200 лет назад а он называет это он называет это договором передела мира ну как интересно так и он говорит что и он говорит что в 1943 году Тегеран был избран для подобного передела мира не случайно а на основании сложившейся традиции и ты сложила такую традицию нет говорить такое бывало раньше да бывало раньше и так ну я смотрю он резко выходит из этого зала да так дробными такими шагами быстро спускается вниз да он проходит это очень неожиданно так плакеи выбегают подзывают его карету он садится да и приказывает ехать быстро да к зданию посольства но посольство его уже поджидает толпа и он не может проехать в посольство во всяком случае ему не проехать в посольство что-то что-то произошло на площади возле посольства что-то произошло какой-то затор ну вот никаким не проехать в экипаже а до посольства я вижу еще метров еще метров двести и я вижу что он выходит из кареты потому что в общем-то толпа вроде бы как-то как-то не из-за него он выходит и эти два улана улана вроде были драгуны улана они на его карете они сзади на закорках на карете его сопровождают да точно вот они спрыгивают он выходит и в их сопровождении он движется к воротам посольства но когда он спускается а здесь происходит какой-то профессиональный захват я бы сказала потому что толпа вроде бы занималась своим делом и когда карета подъехала все вроде бы были отвернувшись но тут когда открылась дверца кареты он спустился на землю как-то моментально изменилось что это за слово рекогностировка что это означает ладно не объясняю потом посмотрю оно имеет отношение к делу говорит да и так получается что этих вот улан как-то оттеснили с криками а его схватили так его схватили подождите этого же не может быть я же знаю историю это же не может быть грибоедов почему не может так секундочку давай еще раз пожалуйста я хочу задать тебе вопрос владимир в одном из прежних воплощений ты был послом россии в тегеране и твоя тасил фамилии грибоедов ну что ж может быть оно конечно и так благодарю тебя за то что показал как оно было на самом деле и главное когда оно было на самом деле хорошо благодарю тебя так я предлагаю сейчас с владимиром если он желает да перепрожить эту ситуацию изменить ее если в том воплощении ты принял решение которое как ты осознавал ведет тебя к неминуемой гибели уж как минимум к как минимум к ссылке но в принципе ссылкой говорит я бы не обошелся это была бы казнь да то есть ты в любом случае этим поступком обрекал себя на смерть ради цели то есть это самопожертвование самопожертвование и включение программы самоликвидации говорит они сродни хорошо да он говорит малейший нюанс оттенка и то что выглядит внешне как героическое самопожертвование является на самом деле отказом от воплощения своей души под зачастую ведь не всегда конечно под зачастую надуманными или навязанными предлогами говорит одним из таких предлогов и является политика говорит хоть внешне а хоть внутренне это говорит игры тьмы и все это законотворчество вся эта паутина контрактов договоров это признак это яркий признак того что действуют силы тьмы светлым душам договора ни к чему светлые дела не нужно нет необходимости оговаривать дополнительно и ставить свои подписи светлые чистые души участвуют в договорной работе по сути ставят свою подпись сознаются признают свое недоверие к окружающим а признание недоверия к окружающим то есть само по себе недоверие к окружающим уже означает то что человек не видит в человеке который стоит напротив него не видит света его души любой договор это расписка в том что воплощенная душа не видит в нет слова контрагенты в контрагенте такую же светлую душу говорит да мир погружен во мрак в мире очень много лжи нас научили не доверять друг другу нас противопоставили друг другу между нами возвели вот эти ложные иллюзорные конструкции которые состоят из шаблонов нашего восприятия и базируются на опыте наших поколений предыдущих поколений а опыт предыдущих поколений иллюзорен то есть получается как иллюзорная история придуманная история помещает в детские головы во время обучения некие шаблоны как базирующиеся на опыте предыдущих поколений а этих предков нужно уважать но чтобы уважать предков ведь нужно знать правду они а не ложь которую нам подсунули темно и смотреть нужно в корень если прапрадед например герой то нужно смотреть что вынудило кто вынудил его стать героем да владимир царил ты и какой момент ты изберешь чтобы сделать все иначе он размышляет говорит я размышляю может быть вообще в тегеран не ехать но туда пошлют другого а он а он возможно говорит за другого я не поучусь нужно ехать мне ну покажи мне что ты решил а вот он идет за несколько дней он идет за три дня до этого события так вижу да он пишет он пишет письма всем участникам этого действа а прежде писал такие письма нет говорит итак он пишет всем письма участникам этого действа что именно ты пишешь я говорит пишу им что их игра подковерная разоблачена то есть всем кроме Британии что их подковерная игра разоблачена и что да и что да у России у России большие сомнения нет он пишет что у его величества созревает решимость он он предупреждает что величество созревает решимость изменить и вот он пока пишет что применить силовые методы убеждения к исполнению ранее достигнутой договоренности то есть решил сыграть на опережение да хорошо то есть ты их ставишь в известность ссылаясь на императора у тебя была информация от императора да говорит у меня были очень четкие инструкции хорошо ты выбрал поступить таким образом я придумал поступить таким образом ну хорошо так а что британскому послу а зачем он показывает мне так интересно когда говорит у гусей подрезаны крылья они не перелетят через забор к соседу интересная аналогия да хорошо я поняла то есть чтобы избежать предательства понятно затем на следующий день да он говорит на следующий день готовился текст договора окончательный вариант который подписывает кондиции условия и да и в этот день эти посольства да они лихорадочные что курьеры телеграф вот они переигрывали ситуацию и изменяли тексты своих претензий то есть шли кулуарные переговоры то есть ты пошел за три дня на следующий день шли кулуарные переговоры еще на следующий день оформился уже текст самого этого договора и вам были разосланы копии чтобы вы могли ознакомиться ты ознакомился с итоговым документом накануне вечером и утром должен был проследовать в резиденцию шаха в резиденции шаха это подписывали да говорит как на нейтральной территории хорошо и этот вариант был уже удовлетворительным для России верно я понимаю улыбается говорит более чем и что Россия при этом выиграла показывает что это влияние на Балкан да Турция Турция не Турция она сейчас как это Османская империя вот Османская империя мне показывает так символично да влияние на Балканах влияние на Босфор влияние на Ближнем Востоке и влияние вот территории Афганистана мне показывает путь в Индию совершенно верно хорошо я спрашиваю зачем нам нужна была Индия не могу я удержаться в кое-то веке с грибоедовым поговорить и так зачем в России нужна была Индия но он показывает мне вот такие вот весы чашечные такие подвешенные чашки ну мне показывают что Индия с разных точек зрения была интересным субъектом для России на протяжении многих и многих столетий империя великих моголов империя великих моголов которая была захвачена британской короной он говорит и чего уж греха таить мы да говорит мы видели чье воздействие мы видели и знали кто содействует кто манипулирует действием Британии вливая в ее вливая в ее экономику он говорит в сознание ее правящей верхушки кто вливает энергию средства я спрашиваю как будто их назвала одним словом от него сразу идет враг хорошо кого ты называешь врагом это какая-то раса цивилизация это земная цивилизация или раса нет говорит что-то говорит эта угроза пришла из космоса да и она долгое время маскировалась и говорит мы долгое время держали оборону и успешно превозмогали ее поползновение говорит ее поползновение но мне показывает через разные слои общества в разных направлениях по географии разные способы воздействия на людей так а теперь что произошло почему так вот смела Британия он говорит секунду но мне показалось схематично я на эфирном плане хочу считать он говорит что пришла сама прародительница этого зла так и целью Британии тогда что является в данное время ну мне показывает проникновение ну как шпионское проникновение показывает и проникновение денежное проникновение то есть через подкип говорит да на территории всех империй всех государств так дальше ну и перехват власти что их питает я спрашиваю это как-то из космоса идет трансляция или управляющий штаб находится на планете он говорит находится на планете географически можешь показать на физическом плане ну вот буквально показывает сейчас скажу ма мадрас почему-то пошло мадрас есть такой город в Индии мне показали как-то вот Шри-Ланка мне показали юг юга запад полуострова Индостан назвали звуком название город мадрас и и Бомбей проскочила сейчас я переспрошу и Бомбей да говорит и Бомбей а Дели нет говорит Дели нет то есть а что это зачем мне так показали какое значение не имеет а мне идет это их как бы форпост это их форпост и форт нокс очень интересно а форпост и говорит и первые лаборатории и первые лаборатории по по выведению биороботов и киборгов адаптированных к условиям вот этой физической земной матрицы в общем какие-то новые технологии они привезли и новые способы воздействия на да вот тут арсенал который мы располагаем хорошо я поняла благодарю тебя итак все закончились политикой покажем где дальше дальше в этот день уже едет на эту встречу для подписания этого договора едет на свистывая ну как интересно сидит полирует ногти на свистывая хорошо приехал все вошел в этот зал все да готов был улыбнуться говорит готов был улыбнуться но да этикет не позволяет хорошо серьезным лицом подписал да давай посмотрим как дальше изменилась история прокрути пожалуйста просвети дальнейший ход событий ты вправе ты историческое действующее лицо от твоего решения зависели судьбы мира как и от решения каждого живущего воплощенного на земле да но он говорит что под натиском инопланетных инопланетного вторжения все-таки все-таки империя пала но это он говорит мне произошло не в ту пору когда там там идет продолжительный период он мне показывает сейчас он мне показывает что это период Крымской войны когда Россию все-таки прият когда все-таки инопланетная вот эта коалиция преодолела сопротивление России да земной полости что это был период который называется в нашей официальной истории Крымская война а договор заключался а тут за столом увидим и Россию и Францию и и Британию и Основанскую империю Австро и Янгрию да интересно очень и речь это опередили мира на ближайшие 70 лет и что в результате покажи мне как ты просветил историю в твоей реальности что произошло говорит ну во первых я говорю здоров и вернулся к молодой жене хорошо вернулся к любимой жене он показывает вот вышел в отставку говорит отставка в те времена была весьма относительная поэтому естественно я не ушел на покой и естественно помогал я спрошу а не слишком ли молодым ушел в отставку говорит его величество отпустил ну хорошо подскажешь ну вот я вижу он живет живет в имени все в порядке а в истории говорит а в истории Крымской войны не было было говорит новые ветки истории избежать этого ну как бы не удалось уже было не в моих силах в моей ветке реальности я прожил в мирном мире хорошо возвращаемся здесь сейчас все я прошу Владимира синхронизироваться вернуться сюда я хочу проверить твою ментальную карту существует ли программа на самоуничтожении самопожертвованию самопожертвованию обреченность этих программ нет в таком случае ты сейчас можешь просканировать свою энергосферу достать все сопутствующие энергии все последствия присутствия этих энергий в твоем организме на всех уровнях от ментального до физического можешь даже выше заглянуть да в более тонкие свои тела обрати внимание если в кармическом теле есть отпечатки чего-либо сегодня нами отработано да ты можешь изъять оттуда да хорошо я возвращаюсь и я вернусь к тебе на 1, 2, 3 когда ты сделаешь всю свою работу на 1, 2, 3 хорошо итак я проверяю твою ментальную карту я смотрю в сектор магии в секторе магии я вижу это достойно отдельной работы это я вижу есть магический Грегор да и в секторе магии я вижу вот я вижу твою прабабушку вижу тебя самого как ни странно и в секторе интерферентов я вижу демоническая программа демоническая сущность рептилоид рептилоид такой монстрообразный очень такой со сложным характером рептилоид инсектоиды я вижу еще есть кто-то вот я вижу это лярва курения есть есть лярва алкоголя сейчас я еще посмотрю что у нас с интерференцией в энергосфере а я прошу тебя да покажи мне пожалуйста подробнее так ну вот есть гибридизация есть паразитарный фон я вижу какие еще интерференции я предлагаю Владимиру сейчас ограничить всех интерферентов посадить каждого отдельно в отдельную заключи их в энергосферу какую-то или или проще там в банку посади да отключи их от питания своей энергией обрешем подачу своей энергией да или на кроях заблокируем хорошо давай посмотрим сектор контрактов существует контракт так под контракт есть соглашение с людьми какие-то клятвы обещания есть да или нет Владимир любое 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 твое обязательство где ты лишаешь себя возможности передумать изменить свое намерение является обещанием есть таковые письменные устные нет говорит здесь я свободен хорошо но в таком случае я предлагаю тебе чтобы полегче было немножко жить я предлагаю тебе сейчас обнаружить все привязки которые есть у тебя к людям к ситуациям каким-то местам привязка это всегда не свобода это всегда ограничение себя а привязка к людям это еще и ограничение других да он соглашается ну вот можешь поступить по своей воле ты можешь отцепить все эти привязки от себя да я вижу делай так отсечь призвать этих людей передать им информацию о том что ты если ты испытываешь конечно от них благодарность за то что они были в твоей жизни конечно говорит испытываю раз они так запечатлелись значит они были либо очень дорогим мне и сыграли позитивную роль либо либо они обидели меня а значит были хорошими учителями в любом случае каждый из них воздействовал на меня и раз мне это запомнилось значит это было важно в то время сейчас ну вот я слышал он благодарит их за то что они присутствовали в его жизни что он благодаря им обрел очень ценный для него жизненный опыт да он прощает их за негативные воздействия которые были на него оказаны оказаны он также прощает себя за то что привлекал вот притянул этих людей в свою жизнь долгое время не отпускал он предлагает им обмен энергии то есть он говорит им возьмите себе все свое и символически вот это выглядит что он отдает вытащенные вот из своего энергетического эфирного тела зацепочки крючки отдает им это все я вижу так и верните мне все мое то есть на самом деле происходит по его доброй воле на эфирном плане происходит передача им их энергий блоков зажимов энергетических последствий энергетических ударов то есть он исторгает из себя чужеродное и отдает каждому из них то что ему принадлежит никак попало очень ответственно верно говорит а как же конечно хорошо и требуешь отдайте мне все мое принятую энергию ты пропускаешь через фильтр очищаешь ее да фильтр уничтожаешь светом анигилируешь а энергию эту встраиваешь в свою энергосферу туда куда сочтешь нужно давай ты будешь делать это на один два три уничтожаешь и Продолжение следует...